Друзья, всем еще раз добрый день. Мой доклад будет посвящен сегодня технологиям и управлениям и больше, наверное, нашему опыту в компании Интек, как мы управляем нашей командой и какие вообще нововведения ввели за последний, так скажем, не самый спокойный год нашей жизни. Вообще, вот лично я как руководитель считаю, что... А мне хорошо слышно? Отлично. Я считаю, что у каждого руководителя в нынешних условиях должен фокус внимания быть на эффективности бизнеса. Потому что давайте посмотрим, в каком окружении мы сейчас все живем. То есть мы отлично видим, что сейчас растет в основном умный бизнес. То есть любая успешная компания сегодня – это немножечко IT-компания. И мы видим, что корпорации, компании среднего и малого бизнеса основную долю инвестиций направляют именно войти в оцифровку. И это, с одной стороны, хорошо, и в то же время надо понимать, что мы сами не должны отставать от конкурентов. С другой стороны, мы замечаем такую тенденцию, что мы в прошлом году ушли на удаленку практически всем составом, и с удаленки вернулись не все. Кто-то там так и остался. И вообще удаленный формат работы, он стал таким привычным и для кого-то комфортным форматом работы. Допустим, насколько я знаю, компания 1SBITX практикует вот такой смешанный цикл работы. В этом году мы практически все так активно отскочили от 2020-го ковидного года в плане роста экономики. По крайней мере, мы видим по своему сегменту, по сегменту IT, это рост бюджетов на автоматизацию. В целом такой заметен экономический рост. Но с другой стороны, стала, допустим, работать несколько иначе налоговая инспекция. Мы видели такой ценовой сюрприз в кавычках на рынке стройматериалов. Да и вообще инфляция в этом году, по-моему, выросла явно не на 6%, как это трактует Ройстат. И практически в каждой отрасли бизнеса существует так называемый дефицит кадров. И это дефицит не только квалифицированных кадров, IT-специалистов или, допустим, каких-то экспертов. Это вообще абсолютно везде, начиная с официантов, заканчивая какими-то маркетологами. И к чему мы приходим в сухом остатке? Что есть деньги, рынок растет, но в то же время проблем в бизнесе и сложность, она тоже возрастает. И единственный выход из этой ситуации, я считаю, это повышение эффективности бизнеса вообще, ну, по всем направлениям. И давайте посмотрим, какие вообще, кто, как решает проблему повышения эффективности бизнеса. Ну, например, Минстрой России на полном серьезе планирует привлекать труд заключенных для госстроек, потому что у него банально не остались мигрантов, которыми он закрывал потребность персонали. И сейчас вот к такой ситуации пришел. Это, конечно, была шутка, потому что мы с вами такими технологиями не владеем, и нам надо быть, ну, более такими пиздемолевными. Вот. И сейчас я бы хотел рассказать именно о подходах, или даже, можно сказать, о нашем опыте, который был у нас в прошлом году, когда вот, так скажем, долбанул вот этот вот карантинный период, когда мы все ушли на удаленку, но надо было понимать, как нам повысить эффективность. И мы в своем бизнесе провели достаточно глубокий анализ всех бизнес-процессов, и вот применительно только к нам, то есть это вот наш кейс конкретного компании Интек, мы нашли для себя вот такие точки роста производительности труда. И надо понимать, что в IT именно у нас, у кого-то из вас, может быть, ситуация несколько отличается. У нас основная себестоимость – это время работы наших специалистов. То есть у нас фонд оплаты труда, структура и себестоимость – это пациентов, наверное, 65-70. То есть, соответственно, весь фокус нашего внимания был направлен на то, чтобы повысить производительность работы сотрудников. Ну вот, начали мы с того, что систематизировали все задачи. Вообще могу сказать, вот, как управленец, что в бизнесе стабильно работают те процессы, которые не систематизированы. Все, что не систематизировано, это, как правило, глохнет, потому что основным таким систематизирующим фактором в компаниях в большинстве является обязательство перед клиентами. Допустим, мы заключили какой-то договор, клиент нам заплатил деньги, есть менеджер проектов, и все, вертится, крутится, процессы идут. И в то же время есть переферийные проекты, за которыми не стоит заказчик с контрактом, и которые нам, как руководителям, надо мониторить. И вот обычно в этом случае вот эти процессы буксуют, потому что основным фактором, которых это поддерживает, сами процессы, это является хорошая память руководителя. И если этой памяти не хватает, эти процессы начинают буксовать. Вот. И мы для себя что сделали? Мы выписали все такие несистематизированные задачи, постарались их систематизировать. Где-то это были банальные графики. Ну, допустим, пример просто приведу. У нас, допустим, в какой-то момент начало из-за большого релиза нашего софта страдать обучение в отделе разработки. То есть там она должна проходить раз, ну, два раза в месяц. И я смотрю, что оно как-то, ну, я перестал на это внимание заострять, оно как-то перестало проходить. Мы ввели такое правило, что у нас, допустим, в пятницу отдел разработки работает до пяти часов. Все, после пяти работать запрещается. То есть весь отдел разработки собирается, у нас есть переговорка, и хочешь, не хочешь, обучение должно произойти. Вот. И еще такой один, ну, тоже лайфхак, к которому мы пришли, что вот такие задачи, за которыми надо следить руководителю, их надо зашивать в логику самого процесса, чтобы сам процесс был так называемым контролером. Ну, вот, допустим, тоже, например, с портфолио. То есть для нас портфолио – это такой основной инструмент продаж. То есть туда надо выкладывать работу. Это тоже требует определенных усилий дизайнера, разработчиков, кто нашим сайтом занимается. И это тоже было так от случая в случае. То есть либо я вспомнил, что надо выложить свежие работы, либо, допустим, там наш коммерческий руководитель вспомнит. И мы в какой-то момент просто пинили решение, что включить факт нахождения проекта в портфолио в стандарт выполнения проекта. То есть менеджер проекта не может сдать проект заказчику до тех пор, пока он, допустим, там не протестирован, не наполнен контентом, не получен акт от заказчика, и он не выложен в портфолио. И как только мы вот этот бизнес-процесс это отвели, он стал выполняться просто в фоновом режиме. И это как-то, ну, вот, отпала проблема его мониторить мне, либо, допустим, кому-то из руководителей, ну, сама собой. Вот, в целом, в Bitrix24 есть очень много инструментов подходящих, которые позволяют вот эти вот задачи систематизировать. То есть там есть такие инструменты, как автозадачи, роботы, всевозможные расписания, и можно задавать просто каким-то задачам, ну, определенные системно задавать, чтобы они сами по себе возникали и определились ответственные, их мониторилось, ход их выполнения. Я не буду сейчас глубоко погружаться в настойки в Bitrix24, единственное, скажу, что это там есть. Вот, потому что я все-таки решил доклад посетить больше, вот, ну, нашему опыту, не настройкам Bitrix24. Идем дальше. Следующее, что мы у себя заметили в компании, что рядовые сотрудники очень часто, бывает, не могут правильно приоритизировать задачи. Вообще в бизнесе задач всегда намного больше, чем возможности их выполнения. И чтобы сделать одну задачу, нужно отказаться, как правило, от другой. И следующее правило, лучше сделать одну задачу на 100%, чем две задачи наполовину. И для того, чтобы у нас выполнялись именно приоритетные задачи, наиболее полезные задачи для нашего бизнеса, у нас должны быть, для нашей команды, для наших людей, должны быть очень четкие правила того, как они сами могут эти задачи приоритизировать. И в каждом отдельном случае таких правил, допустим, может быть, ну, для каждого случая, для каждой группы, для каждого отдела должны быть свои способы приоритизации. Допустим, в отделе разработки очень хорошо работает такое правило, важно-сложно. Мы, когда, допустим, берем и делаем план релиза, мы каждую задачу оцениваем, насколько она полезна для будущего пользователя, и насколько ее сложно реализовать по 10-бальной шкале, допустим. И в первую очередь берем задачи с коэффициентом 10, то есть у него важность 10, а сложность 1. То есть бывают такие задачи, которые можно сделать, разработчик может ее сделать за один час, а ценность там, ну, вообще колоссальная. А в последнюю очередь берем неважные, но сложные, такие тоже есть. Вот, в каких-то случаях, допустим, мы просто приоритизируем сами проекты, что вот говорим, вот этот проект, он более приоритетный, чем вот этот, эти задачи не более важны. Есть такая история, как про начальника. Тоже интересная ситуация. Я думаю, мы уже, прошло то время, когда у ваших сотрудников был какой-то один начальник. Их сейчас очень много, потому что модель, она трансформируется такой вертикальной в горизонтальную плоскость. Потому что, допустим, если взять нашу компанию, у нас есть руководители делов, есть менеджеры проектов, есть руководители групп, есть просто ответственные сотрудники, которые отвечают за какую-то функцию. И ваши люди, ваша команда должна понимать, чьи задачи важнее. И вообще вот вся ваша команда должна между собой договориться относительно того, по какому алгоритму они должны выполняться. Также нужно иметь в виду, что должны быть какие-то критические задачи, которые должны выполняться просто моментально. Допустим, для нас это задачи, связанные с хостингом, с работоспособностью серверов. То есть если что-то там упало, не дай бог, то есть там в любое время дня и ночи подрывается человек, и задачу просто эту проблему решает. Если это системный администратор, для него такие критические задачи – это работоспособность рабочих мест сотрудников. То есть чем бы он ни был занят, он все бросает, идет, устанавливает эту проблему. Дальше. Есть такая штука тоже классная. Мы для себя ввели, допустим, в отделе продаж зонирование рабочего времени. Мы не так давно проходили обучение в акселераторе фри. И получили очень хороший опыт. Ну, вообще управление проектом и какие-то инструменты решили перенять для себя в основном бизнес. Один из таких приемов является КАЗДЕФ. Я не буду углубляться. Это, в общем, опрос клиентов ваших. То есть обратная связь от клиентов. То есть вы начинаете клиентов опрашивать, глубоко опрашивать. То есть как вам нравится с нами работать? То есть что вы считаете, что надо добавить? Что вообще у вас в бизнесе болит? Что вы хотели бы изменить в наших отношениях? Ну, то есть там достаточно большая такая управленческая технология. И мы столкнулись с проблемой, что у нас в отделе продаж у него постоянно не было времени вот на этот самый КАЗДЕФ, на эти опрос клиентов. И мы просто поняли решение в определенные дни бронировать время вот только под эту задачу. То есть точно так же отдел продаж не может, допустим, там вторник, четверг не заниматься никакими задачами, кроме вот этого. Потому что, ну, такие привычные задачи, они бывают, вытесняют, ну, другие задачи. Вот. Также очень полезно с руководителями, да и вообще со всей командой делиться с редисточными планами развития компании. Потому что они, собственно, должны знать точку А, точку Б, куда мы идем и какая цепочка, ну, так скажем, промежуточных целей должна быть достигнута для того, чтобы прийти, ну, условно, там, в светлое будущее. Но вообще очень полезно делиться своей логикой принятия решений тех или иных вообще со своими подчиненными, чтобы они, ну, просто, ну, и у вас учились, и лучше вы будете друг друга понимать. Вот. Следующая тема, то есть, тоже анализ нам показал, что сотрудники, бывает, много времени тратят вот на такую бесполезную вещь, как что-то ищут. То есть, когда вы работаете в команде, бывает так, что одному участнику сложно найти какой-то материал, который сделает другой. Особенно, допустим, касается рекламных компаний, когда надо рекламную компанию обновить, дизайнер, допустим, там, полгода назад что-то сделал, это что-то он куда-то положил, и там, допустим, маркетолог на проекте поменялся, ему надо найти этот материал, он его найти не может, и начинаются вот эти вот хождения по офису там, и просто времени продуктивно тратятся, и поэтому мы здесь у себя тоже такую провели большую работу в части систематизации в части систематизации вообще всего материала, который мы используем у себя в работе. И сделали такие навигационные документы, потому что, ну, вы все знаете, что на общем диске бывает информацию сложно искать, то есть там просто так вбить, допустим, какой-то, ну, запрос не получится. То есть, а мы сделали сетевой документ, в котором сделали типа оглавление, где у нас что хранится, и добавили туда теги, с помощью которых стало легко искать информацию. Ну, и в целом в BITX24 очень удобный инструмент, если это файловое хранилище. Следующая штука, тоже обратили внимание, что некоторые сотрудники годами живут с какой-то болью. Ну, допустим, не знаю, там дуют в спину кондиционер, и об этом вообще, кроме него, вообще никто не знает. И вот такая вот условная обида копится, или, допустим, мы там, ну, анализировали там, потом скажу с помощью какого инструмента, допустим, нашим сотрудникам нужна была дополнительная микроволновка, потому что там в столовой, ну, выстраивалась в обед очередь, и нужна была вторая микроволновка, про это тоже никто не говорил, или в отдел продаж очень сильно напрягался, когда у нас там у него появился в отделе домофон. Вот, и мы ввели такую систему, как группу в BITX24, что мешает работать. И в эту группу сотрудник, если с какой-то проблемой сталкивается, он должен туда закинуть сообщение, и не просто сообщение, а вот разложить задачу вот по такому шаблону, то есть, что за проблема, как проявляется, и самое главное, предлагаемое решение, потому что очень часто он знает, как эту проблему решить, ему требуется банальный, просто бюджет и ответственный. тоже расскажу, почему предлагаемое решение нужно, допустим, была ситуация, человек пишет, у меня скрепит кресло, вот если бы я такое обращение получил, я бы скорее купил бы ему новое кресло, которое стоит там 10-15 тысяч рублей, а предлагаемое решение было купить масло для того, чтобы смазать механизм, который он сам смажет, и цена вопроса была не 15 тысяч рублей, а 150 рублей, вот, поэтому вот такой подход, он тоже позволяет повышать эффективность, и для того, чтобы люди понимали, в какую дверь им бежать, со своими вопросами, проблемами, нам очень помогла такая система, методика называется «Организующая структура», есть такая компания «Высоцкий консалтинг групп», мы в свое время всем управленческим составом прочитали книгу, она называется «Малый бизнес, большая игра», вообще потрясающая книга о бизнесе, мы вот разработали такую организационную функциональную структуру в компании, смысл ее заключается в том, что в бизнесе не должно быть белых пятен зон ответственности, то есть вот все, что может произойти, я не знаю, начиная от гвоздя, заканчивая какими-то там грандиозными планами, за это должен быть какой-то ответственный, и вот она имеет вот такую структуру, я не буду тоже погружаться, кому интересно, вот книжка называется «Малый бизнес, большая игра», либо компания называется «Высоцкий консалтинг групп», у них весь бизнес построен вот на этой, на внедрении вот этой вот структуры, вещь классная, потому что она действительно распределяет, ну, в общем, повышает организационный уровень в компании. Вот, вот, следующая тема, тоже полезная, но я уже, она у нас давно была, я просто решил про нее тоже рассказать, это база знаний. Я считаю, что база знаний это 50% стоимости вашего бизнеса, потому что сейчас в бизнесе самое главное это компетенции, это опыт ваших сотрудников, которые находятся в их головах. Если эта голова куда-то исчезнет, вы останетесь без этого опыта. Единственный способ сохранить в компании этот опыт, эти знания, этот опыт и знания оцифровать, и не просто там в виде инструкции, а чтобы он был, ну вот, максимально глубоко разложен. В BITX24 есть тоже полезные инструменты и база знаний, есть штатные модули, есть модули сторонних разработчиков, и собственно, хотел бы поделиться, как мы ее в свое время создавали. Мы ее создавали в 2011 году и создавали, знаете, с такими, ну, большими пробуксовками, то есть сначала мы говорили, ребята, надо сделать там базу знаний, все забили. Мы опять, ребята, надо сделать базу знаний, опять все забили, никто ничего не сделал, там кто-то пару стычек написал. В том, мы просто взяли такое волевое решение и сказали, ребята, можно выполнять только ту работу, которая есть в базе знаний. Если в базе знаний нету чего-то, вы туда должны положить, а потом это сделать. И вот первую неделю мы стояли, вторую неделю стояли, где-то с третьей недели мы потихонечку начали работать. То есть, ну, зато за месяц мы полностью вообще все оцифровали, вообще все-все-все-все-все оцифровали. Да, там были косяки, были какие-то там неточности. Мы потом это за прошедшие 10 лет все вычистили. Вот, и сейчас это все активно поддерживаем. Плюс ко всему, база знаний является таким источником автоматизации обучения. Мы на базе B24 тоже сделали такую корпоративную ЛМС, и это нам снимает с наших руководителей большую нагрузку по адаптации новых сотрудников. То есть, самое обидное, допустим, для линейного менеджера, когда приходит к нему новый человек, он с ним, значит, нянькается 2-3-4 недели, и через месяц тот увольняется. И ты такой сидишь, епарас, а что я тут с ним возился-то? Так вот, эта система, это позволяет ЛМС корпоративно, она позволяет проблему вообще снять. То есть, когда выходит новый сотрудник к нам в компанию, с ним вообще никто не нянькается. Он сидит и занимается с корпоративной системой обучения, а потом сдает тест. Если он тест сдает успешно, мы понимаем, что это нормальный человек, в которого можно вкладываться. Если он не сдает, он, как правило, сам отваливается, и все, но в какой-то момент после него выходит на работу, это вообще никто не замечает. Просто приходит другой, и все заново повторяется. Вот. Как-то так. Ну, про кейсы мы закончили. Сейчас бы я хотел рассказать о том, как мы вообще провели вот такое масштабное исследование нашей компании. Мы, в общем, запилили такую вещь, как систему мониторинга рабочих мест. То есть, это наша разработка, это готовый софт на платформе BITX24, готовое решение, которое позволяет производить мониторинг того, чем занимаются сотрудники на рабочих местах. То есть, эта система делает скейншоты экранов, ведет учет рабочего времени, контролирует, с какими программами, сайтами работают сотрудники. Если это мобильное устройство, он показывает, где сейчас находятся сотрудники, как он перемещался, допустим, там, вчера, сегодня, или, допустим, на выходных, если с собой взял смартфон рабочий. Вот. В двух словах, как это работает. То есть, программа агент устанавливается на компьютер, рабочий и смартфон, а панель управления устанавливается в BITX24, в коробку и облако. Агент отгружает данные в панель управления, а в панель управления делает там отчеты и дает доступ руководителям к статистике. Собственно, вообще, почему возникает такая необходимость использовать систему мониторинга, оценки эффективности работы сотрудников? Вообще, хочу сказать такую вещь, что технологии к нам спускаются, знаете, как сверху, что ли, от каких-то крупных федеральных компаний, потом спускаются вниз, в более малый бизнес. Это было вообще всегда с любой технологией. Взять даже те же сайты, сначала они появились у заводов-пароходов, стоили они тогда по миллиону рублей, когда зарплата рабочего была там тысяч, 5-7. Его могли позволить себе только большие корпорации. А потом потихонечку эта технология становилась все доступнее. Сейчас он есть у любого человека, которому он нужен. То же самое с системами, они называются на правильном языке DLP-системы, но это класс систем. Они есть практически в каждой крупной компании. На каждом заводе-пароходе, знаете, просто удивительно бывает так, мы просто сейчас с корпорациями начинаем работать по внедрению этой системы. Мы ведем, допустим, переговоры с топ-менеджером. Это топ-менеджер, я не знаю, ну, там, топчик-топчик, ответственный за инновации. Мы уже, был случай, практически этот, подписали пилот, он говорит, слушайте, а у нас есть, оказывается, такая система. Я вот сходил в безопасную, он сказал, там, что-то похожее уже используется. То есть, ну, в корпорации мы, мы, допустим, активно, ну, конкурируем с другими системами, ну, в крупных, там, предприятиях практически, ну, повсеместно не используют, используются просто, ну, рядовой персонал часто об этом вообще не знает. Вот. И, собственно, почему такие системы используются? Вот, КПМЖ не так давно провел опрос среди руководителей и выяснил, что половина руководителей и топ-менеджеров, и линейных менеджеров, они просто, ну, испытывают колоссальные перегрузки, у них просто банально не хватает времени на системный контроль своих подчиненных. И, приблизительно, 40% не знают, насколько загружен конкретно взятый сотрудник, то есть, загружен либо перегружен. Еще 80% компаний практикуют работу с удаленными сотрудниками, которыми тоже непонятно, как контролировать, ну, если только отслеживать результат выполненных работ, что бывает не всегда удобно. Вот, в то же время я нисколько не хочу говорить про всех, но есть категория людей, которые требуют, ну, определенного контроля. Если этого контроля нет, у людей просто падает самодисциплина и возникает всякие неприятные ситуации, когда, допустим, нарушаются технологические стандарты, либо, допустим, просто сотрудники, занимаются не тем, что надо. И, собственно, это все приводит к тому, что могут срываться сроки. Очень часто вообще руководитель находится в таком информационном вакууме, что, допустим, там первое лицо, он находится на дистанции от коллектива, и в коллективе может произойти какие-то не очень хорошие процессы, о которых человек может вообще не знать. Он думает, что там все хорошо, а там, ну, может быть, все не очень. И все это, ну, если это не контролировать, это такой, ну, получается, неуправляемый процесс, и, собственно, вот, как я уже сказал, крупные бизнесы такие технологии активно используют. Вот. Давайте я в двух словах буквально расскажу, что есть под капотом, то есть это, в первую очередь, учет рабочего времени, когда человек пришел, включил компьютер, система фиксирует, пошел на обед, компьютер перестал активно работать, это все фиксируется, то есть фиксируется время активной работы за компьютером, время отсутствия. Дальше, это работа с программами и сайтами, то есть для каждой должности есть свой профиль продуктивности, к примеру, социальная сеть ВКонтакте будет полезным инструментом для маркетолога и плохим инструментом для бухгалтера. И таким образом мы понимаем, какие сотрудники работают продуктивно. Дальше. Происходит снятие скиншота, то есть по графику, допустим, один раз в минуту, либо когда происходит какое-то подозрительное действие. Все это заносится в профиль к сотруднику и можно за какой-то период времени накапливать информацию и в целом ее как бы сохранять. В общем, есть очень много полезных отчетов с нарушениями, либо наоборот с рейтингами относительно того, кого нужно похвалить. автоматизируется учет заполнения табелей учета рабочего времени, допустим, кто работал в офисе, кто работал на удаленке, кто был в отпуске, кто заболел, то есть это тоже все автоматически заполняется и снижается нагрузка с HR. Есть классная такая опция, как мониторинг мобильных устройств. Классная вещь, позволяет вживую наблюдать, где находятся мобильные сотрудники и как они перемещались, допустим, за тот или иной интервал времени. Keylogger это нажатие клавиш и поиск по каким-то там ключевым, базе ключевых слов. И все это работает, собственно, в едином цифровом контуре из BX24, то есть это готовое решение на базе BX24, плюс ко всему есть как облачная, так и коробочная версия. В общем, у системы очень много полезных функций и много под какие задачи можно использовать. Вообще, могу сказать, что главная задача и главный выхлоп, что ли, главная задача от использования такого рода систем это повышение самодисциплины. Вообще, в принципе, эффект есть, даже если вы сами и не пользуетесь, она вообще установлена, и люди об этом просто знают. Эффект, он прям такой мощный и хороший, потому что, когда человек знает, что есть контроль, ну, он просто, ну, есть категория людей, которых, ну, на нее это влияет. также можно с помощью нее, в общем, как вы это сможете использовать вариантов масса, то есть, можно, допустим, выявлять выграющих сотрудников, можно, допустим, в принципе, один из сценариев использования этой системы, один тоже опытный человек подсказал, как ее в корпорациях используют, в больших, она собирает доказательную базу на сотрудника, с которым хотят попрощаться, потому что в крупных корпорациях, где там у людей есть, допустим, золотые парашюты и там большие выходные пособия, так просто туда никто не увольняется, допустим, есть люди, которые, условно, формально не выполняют своих задач, ну, по факту, а с точки зрения закона они как бы правы, то есть на них просто с помощью таких систем формируются доказательства, что они там где-то свои функции не выполняют и через суд их увольняют. Собственно, как я сказал, мы эту систему начали разрабатывать для себя под себя в тот момент, когда мы все ушли внезапно на удаленку, то есть как это произошло, это было 23 марта, выступил наш президент и сказал, ребята, все, мы работаем удаленно. Менеджеры взялись за голову, сотрудники там, ну, кто-то порадовался, кто-то нет, то есть ситуация была разная, сначала, по-моему, объявили чуть ли не месяц выходной, а потом сказали, что будем работать. Вот. И в этих ситуациях надо было как-то сохранять эффективность, и мы буквально за неделю сделали прототип, выкатили его и вернули уровень самодисциплины в компании на офисный, что ли, то есть когда мы раскатили, мы сразу же знали, кто у нас там, кто чем занимается, кто во сколько приступил к работе, кто во сколько пошел на обед, кто во сколько закончил рабочий день. И то есть самодисциплина выросла, ну, собственно, точно вернулась на тот же самый опрепежный уровень, что и было в офисе. То есть все наладилось, все стало хорошо. Потом уже, когда мы вернулись в офис, наши руководители стали активно использовать систему для адаптации новых сотрудников. То есть, допустим, выходит новый сотрудник, и менеджер раз в неделю посмотрит постово скиншоты, логи, чем он занимался, дает ему обратную связь. Поехали часто, что особенно новые сотрудники выходят и начинают буксовать. Что-то, как я говорил, найти не могут, либо просто что-то делают через такой велосипед, что, ну, а сами не подходят и там кто-то из-за скромности, кто-то из-за других причин и не обращается к руководителю со своими запросами. И вот менеджер у нас анализирует работу новых сотрудников и целенаправленно их корректирует. Вот. Отдельное спасибо этой программе от нашего АЧА, у которой снизилась нагрузка по ведению табелей учета рабочего времени. То есть, раньше это все делалось вручную, она отмечала, кто, допустим, отпросился, кто там, я не знаю, у кого там кошка-собака заболела, надо было его в ветеринарную клинику свозить, там, на два часа отлучиться. То есть, это раньше все происходило вручную, сейчас это все автоматически, там, в фоновом режиме происходит и требуются какие-то там просто корректировки один раз в месяц. Вот, как я уже сказал, вот этот мониторинг нам позволил выявить какие-то шероховатости и неэффективности в бизнесе и точечно и целенаправленно с этим со всем работать. Ну и в какой-то момент мы сделали из вот нашего такого внутреннего сервиса, такой коммерческий продукт и запустили его собственно в рынок. Сейчас проходим акселерацию в фонде развития интернет-инициатив и буквально за последние три месяца у нас было около 30, ну почти 30 внедрений в компанию и накопилась определенная статистика, ну не статистика, скорее всего кейсы. Сейчас вот некоторыми кейсами хотел с вами поделиться, потому что это как бы история с жизнью. Одна история. В общем, производитель оборудования, у него значит велась рекламная компания в одном из агентств и он решил эту функцию забрать к себе в компанию, нашел по рекомендации очень такого опытного маркетолога, нанял его к себе в штат на очень немаленькую зарплату, тот у него работал два месяца и не произошло никаких изменений, то есть собственник к нему обращается и говорит слушай, ну вот что-то лидов нету, как было, как их не было, так и не стало, а он ему там надо, давай там сюда пойдем, туда-сюда, тогда все будет. В общем, завтраками кормилы, когда мы установили ему систему, выяснилось, что этот маркетолог, ну собственно рекламной компанией своего работодателя не занимается от слова совсем, то есть он занимается своими какими-то проектами, фрилансом, то есть у него помимо этого работодателя еще там с десяток проектов, вот он кому-то там рекламу настраивает, а вся работа по основной работе заключалась в том, чтобы просто пополнять вовремя рекламные рекламные кабинеты и поддерживать те рекламные компании, которые были сделаны до него. Ну собственно этот нехороший сотрудник был сменен вроде как на более хорошего, но время покажет. Следующая история тоже из практики, то есть проектная организация, сотрудники жалуются, что они там загружены и просят взять штат еще хотя бы одного или там лучше двух ассистентов. То же самое. Запустили систему, выяснилось, что люди 30% времени занимаются личными делами, там никакого криминала такого не было, ну просто люди там новости читают, там шины подбирают, не знаю, там в соцсетях переписываются, и вот собственно после такой разъяснительной беседы потребность на имя дополнительного сотрудника резко отпала. Следующая история тоже маркетинговое агентство работает порядка 20 сотрудников, собственник, он же директор, часто выезжает в командировки и ну и так вот в устной беседе рассказывает, что что-то вроде не то происходит. То же самое, когда установили систему, выяснилось, что когда директор выезжает в командировку там на 3-4 дня, то есть у него в компании происходит, ну мягко говоря, бардак. то есть кто-то опаздывает на работу на следующий день, когда узнает, что он в командировке, кто-то может в обед уйти, допустим, и не вернуться, но собственно когда внедрили, то есть ну в общем человек смог спокойно ездить по командировкам. Следующая история, то есть сеть торговых отделов работает значит 3 торговых представителя, которые должны там инспектировать торговые объекты, приходить, смотреть там как выложен ТЛР, сверять там остаток на складе и за день инспектировать 5 точек. И вот в какой-то из дней выяснилось, что человек вместо того, чтобы инспектировать торговые объекты, вот они красным отмечены, поехал шопиться в Алмаз. Значит он по Алмазу походил около 2-3 часов и вернулся домой. То есть на точке он вообще никакие не ездил, но в то же время умудрился благополучно сдать отчеты, ну фотоотчеты, которому ему выслали продавцы, с которыми он после позвонил и сказал я к вам сегодня приеду, вышлите мне как бы ну там отчеты на телефон. В церемку залил, все вроде хорошо. Ну в общем вот такие вот истории. Последний кейс тоже интересный. Наш партнер интегратор в Питере себе тоже установил, ну и просто рассказал тоже один из случаев, когда у него вышел новый интегратор, который очень долго возился с проектом, он уже думал, что он как бы не очень квалифицированный и компетентный специалист, потом тоже залез, посмотрел скиншоты логи и выяснил, что он в силу неопытности работы в этой компании просто делал все хотелки, которые от него просил заказчик, то есть вне зависимости от того, что прописано по ТЗ, по договору. А заказчик, когда почувствовал, что вроде как бы вкатывает, он его короче весь месяц грузил всякими задачами, не по проекту вообще. В целом-то специалист оказался хорошим таким, но как-то так. В целом у меня все. Мы подготовили вот такой для вас подарок. Кому интересно попробовать нашу систему, вы можете отсканировать этот QR-код. Мы для вас всех подарили подарочный сертификат на 15 тысяч рублей, плюс ко всему у вас в раздатке тоже должен быть купон на бесплатное использование системы на один месяц. В общем, всех благодарю за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Процедура вам известна. Если есть вопрос, высоко-высоко поднимаем руку и вам несут микрофон. Прошу вас. Пока нет. Раз, 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 раз. Спасибо. Караслав, очень понравился ваш способ заполнения базы данных. Раз, раз. Наверное, завтра в Челябинской электросетевой компании попробуем остановить работу, чтобы за пару недель залили базу данных. Вопрос про другое. Подскажите, вы когда базу данных формируете, вы видеофайлы используете? В битрикс заливаете их? Видеофайлы нет, только скиншоты. Скиншоты у нас хранятся в подключении. Там можно любой внешний носитель подключить, любое облако, то есть какое доступно, либо свое корпоративное, либо любое внешнее, ну то есть вот файловое хранилище. Может быть, у вас идеи про внешние облака есть? Мы вот столкнулись с проблемой, когда видеофайлы и другие файлы не можем защитить в целях коммерческого сохранения, потому что, ну, видео, это либо YouTube закрытый канал, либо еще что-то. И мы сталкиваемся с тем, что их скачивают, перезаливают и так далее. Но только доступ ограничивать, либо использовать какие-то локальные хранилища, не YouTube, другие хранилища, у которых доступы только у ваших сотрудников. Есть в BitX24, допустим, свое файловое хранилище, можно там хранить. Там с объемами вопросы. Спасибо, тем не менее. Поднятая рука в самом конце зала, а потом в начале. Ярослав, привет. Ты рассказывал про портфолио, и меня прям дернуло, у меня, в общем, такая же боль. Я не совсем понял, как вы делаете. В общем, у меня продюсеры, они забывают выкладывать портфолио, а они должны это делать. И получается, что они проект сдают сначала, клиент утверждает, там же еще правки туда-сюда, правки внесли, все сдали, и как бы сдали, и забыли. И год, два, три сайта, он там вообще все старое лежит, ничего не пополняется. Их задача просто хотя бы выложить в диалог, там уже этот настройщик, администратор выложил. У нас есть чек-лист сдачи проекта. Чек-лист, ну вот, ты знаешь, да, там с галочками документ, в котором галочками отметить. И там есть определенные атрибуты, которые должны быть выполнены, там рядом подпись ответственного должна стоять, прежде чем тащить, сдавать проект заказчику. Там должны быть такие вещи, как подписанный акт сопромежуточный этап работы, то есть, если нет акта, допустим, выполненных работ, мы проект не сдаем. Если нет, допустим, промежуточного акта, там должен быть галочка, там подключен домен, допустим, проведено тестирование отдела дизайна, проведено тестирование отдела разработки. Ну, много таких пунктов, без которых менеджер по проекту формально не может, ну, вообще, этот проект даже показывать клиенту готовый, пока он это все не сделал. Так вот, один из пунктов последних мы добавили, выложить проект в портфорию. И сейчас, когда отдел дизайна готовит, ну, проект, вернее, дизайн там, страниц, он сразу же готовит макапы для портфолио. Прямо из этого всего, то, что он показывает. Вот он согласовал с клиентом дизайн, допустим, страниц, все ему, клиент дает отмашку, он прежде чем отдавать в отдел разработки, он делает еще из этого макапы, там, то есть, такие маленькие картиночки для портфолио, для каталога. И вот в таком виде отдает разработчик. И разработчик, прежде чем сдавать это менеджеру проекта, он должен это выложить еще в портфолио и сдавать все вместе. То есть, мы зашили вот этот этап просто в общий бизнес-процесс, сделали его таким, как бы, маленькой частью такого общего, большого бизнес-процесса, он стал выполняться в фоновом режиме, перестала необходимость это контролить. Понятно. Ну, вот у нас он идет последним, наверное, надо подумать, как это сделать. Про Чек-Лес спасибо и вообще спасибо. Было очень интересно и познавательно. У нас есть вопросы с первого ряда, принесите сюда, пожалуйста, микрофон в первом ряду. Ярослав, спасибо за выступление. Скажи, пожалуйста, вопрос такой возник относительно той самой системы контроля сотрудников. Как показывает моя практика, если человек хочет обмануть, он обманет. Были ли какие-то прецеденты такие, что сотрудники каким-то образом пытались обхитрить систему, может быть, сделали какие-то апгрейды, какие-то решения дополнительные? Я тоже считаю, что если человек хочет обмануть, он сможет обмануть. Но здесь есть очень как бы одно важное НО. Сделать это ему будет сложнее, чем если бы такой системы не было. Это раз, да? Во-вторых, если он будет обманывать, он будет обманывать в каком-то очень важном для него случае. Но обычно по моей практике просто как это происходит? Вещи какие-то где-то систему крайне сложно обмануть. Допустим, это вот время начала работы. Но это вообще физически невозможно. То есть надо пить и на работу, включить компьютер и начать на нем работать. Ты ее по-другому никак не обманешь. Обмануть можно каким образом? Ну, допустим, один из таких триггеров, что сотрудник хочет, допустим, от тебя уволиться, он начинает искать, условно, вакансии просматривать. То есть если он, допустим, знает, что система установлена, ну, ни один в здравом умении будет это делать с рабочего устройства. Понятно, да? Он как бы здесь обманет. Система будет это делать со своего личного смартфона. То же самое, допустим, с личными переписками. То есть человек, как бы, личные переписки, если он знает, что такая система мониторинга установлена, с рабочего компьютера не ведет. Он делает это со своего смартфона личного, куда ты не накатишь ничего. Но, по крайней мере, ему делать это сложнее, это раз, а, во-вторых, это становится, по крайней мере, визуально, ну, заметно, что человек как бы сидит и, ну, переписывается в мобильном устройстве. Это два. То есть на 100% эту проблему не закрыть. На 100%. Понял. Я тогда второй вопрос задам. Я видел, что у вас внедрена организующая схема по технологии Высоцкого консалтинга. И удается ли тогда внедрять какую-то этику на уровне конечного продукта, статистик по сотрудникам? Или вы пока начали только... Она как бы бесполезна без статистики. Я просто про статистики не рассказал, иначе мы бы в такие витебры бы ушли. Ну, времени мало. Отклонились. Вообще, когда я книгу прочитал, я был просто, ну, там... Я тебя понимаю. Топ-100. Классная книга. Простая, четкая, полезная. То есть мы ее всем составом проявленческим прочитали, по максимуму внедрили, что-то прижилось, вот у нас прижилась рок-структура, прижилась, статистики вообще классная вещь. То есть мы видим, допустим, где у нас есть какие-то там статистики, начинают падать метрики, мы прямо их заранее замечаем. Это классная штука. Насчет этики, ну, как бы, не могу сказать. Я думаю, наверное, у нас просто с этикой всегда было хорошо. Окей. Спасибо большое. Спасибо за выступление. Вопрос из интернета очень короткий. Есть ли разница в разграничении прав для онлайн-сотрудников и оффлайн-сотрудников, то есть для удаленных и тех, кто в офисе есть? А к чему? Не знаю. Из интернета вопрос. Не могу додумывать за автора. То есть есть ли разница в разграничении прав через платформу? Я попробую ответить на этот вопрос. Он, возможно, должен был звучать следующим образом. Как мониторить работу удаленных сотрудников за их рабочими, ну, компьютерами? То есть, ну, мы же не можем взять эфир-лансера, прийти домой и поставить там наш агент или сказать, «Тружище, вот установи программку, она будет у тебя записывать все на компьютере». Ни один нормальный человек этого не сделает. Мы эту проблему решаем следующим образом. У нас все удаленные работники, все работники, сотрудники, работают на нашем терминальном сервере, подключаясь удаленно. То есть у него компьютер, ну, его ноутбук, он берет через RDP, кто знает инструмент, есть встроенный в Windows, и работает на нашем терминальном сервере. Работает отлично, у нас мощный сервер, там нет никаких залипаний багов, и все. Это просто его условия работы в нашей компании. Он должен работать в нашем терминальном сервере. А уже на нашем терминальном сервере установлен наш софт. Вот и все. Хорошо. Насколько сложно оформлять базу знаний в Bittrex24 или как правильнее ее подготовить? Все в одном вопросе. Я думаю, это зависит от силы привычки, кому как удобнее. Мы используем модуль стороннего разработчика в Bittrex24. Он таки называется база знаний. Он там есть бесплатный, мы его под себя немножко кастомизировали для того, чтобы там были он нас как бы с внутренней LMS как бы тружил. Но если я вот насколько... Мы после его начали раньше намного использовать, чем в Bittrex24 появилась штатная база знаний. Поэтому ничего не стали переделывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...